Ну вообще полный улет Это электронная почта Партнер турнира, компания Western Digital Крутишь и укладываешь в стакан Ну вообще полный улет Это электронная почта Как? Проводов нет Я в интернете Производительность увеличивается автоматически Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost Партнер турнира, компания Western Digital Ну что же, приветствую вас всех на очередном стриме с турнира Intel Challenge Super Cup И на этот раз у нас встречается российский игрок RockSkiss Live Zerg против поляка Тарсона И довольно интересная будет игра Я в этом на 100% уверен Так Ну, Таран против Zerg Карта Карта вы видите Xenaga Caverns И Что могут играть оба игрока? Ну, я не знаю По-разному, конечно, играет у нас ЗВТ Очень много ЗВТ мы видели, вот, например, с GSL И посмотрим, будет ли Такой вот всеми любимые тиранами Пуш с двумя барак Пуш с двух бараков Будет ли Какое-то интересное Какие-то интересные страты от Zerg Ну, я надеюсь, что будет Тарсон, конечно же, является фаворитом Считался фаворитом этого матча Потому что игрок довольно популярный Навыигрывал уже Очень много Очень много навыигрывал Различных онлайновых Однодневных турниров Типа GoFastercraft Cup И так далее Поэтому, я думаю, шансов у него побольше В этой игре, конечно Менее Менее опытным является российский игрок Live Zerg Но Тоже, тоже не прост, как кажется Поэтому, я думаю, нас ждет Довольно интересный матч Ну, что ж Пятнадцатый Пятнадцатый хэтчерик Как обычно У Zerg Сейчас у нас идет У Live Zerg У Tarso Видите, разведывается Live Zerg Видишь, что здесь Достраивается первый барак Что нету никакого супер-чеза И Возможно, все-таки, конечно, будет Пуш с двух бараков Но пока делается орбитал Когда работает газ И Второй барак не ставится На данный момент Tarso Ну, и Live Zerg Решает постелить Немножечко газа Ну, Zerg Тоже Очень любят Это дело Почему бы И нет Ну, вот первый Марин сюда подбегает Вы знаете, что Стелить газ Можно довольно долго Нужно Минимум Три Марины Чтобы Убить Наконец-то Этого дрона Ну, сейчас будет Отмена Еще одно занятие Да Ну, вот Это надолго Такая развлекуха себе Для пальцев Чтобы немножечко Поразминать Так сказать Здесь мы видим Нету У Tarso Второго барака Потому что Застроится сразу Газофакторка И Live Zerg Теперь может Чувствовать себя Спокойно Потому что Вы знаете Как Zergi Не любят Когда их Раша С двух бараков Отбиваться Очень тяжело И даже Такие Жесткие Ребят Как Димага Не Справляются Иногда С такими Пуши Мы видим Достроился Уже У нас У Zerga Спаунинг Пул Занят Уже Первый газ Работает Уже Вторая локация И Есть Две Заказанных Квины Поэтому В принципе По быстрому Сейчас Zerga Уже Не пробьешь И Можно Спокойно Выстраиваться И Настраиваться На Длинную Макроигру Видим Старпорт Заказан Первый Возможно Будет Банша Работает У нас Пока Один Газ Поэтому Банше С инвизом Мы вряд ли Увидим Это Просто Такой Старпорт Здесь Live Zerga Ставит Спорку Постановка Спорки На Xen Acaver У нас Довольно Спорный Вопрос Многие Ставят Ее Намного Дальше Но Для Это Нужно Распространить Крип Для того Чтобы Это Сделать Первая Энергия Конечно Тратится На Впрыск На Личинок И Поэтому Не совсем Выгода В принципе Довольно Неплохо Стоит Здесь Первый Мини Пуш С одним Рабом Пройдет Но Я думаю Вряд ли Получится Здесь У Тарсен Заезжает Здесь Рабов Здесь Один Гиллион Главное Не поставлять Эту Квину Едва Живая У нас СВ Вот она Умирает Мы Смотрим На этого Гиллиона У него 0 кило В принципе По 3 кило Здесь У морпехов 4 Ой Очень Даже Неплохо Но Лайвзерх Вы смотрите Проблему Лайвзерху Выводит он Квину Ой Выводит Квину Скрипа Убьет Он Этого Марины Но Скорее Всего Сейчас Сожгут Его Эти Гиллионы И Теряется Квина Да Теряется Квина Сгорела Тут Просто Видите Такая Кучка Мяса Нужно Заказывать Постоянный экшен Это не то что мы видели Не то что мы увидим Например в играх ТВТ Или там В Протес Версус Теран Там идет Постоянная веселуха И А в этом то и Весь прикол В том что Весело С самого начала И до самого Конца игры Мы видим Лайвзерх Пытается выбежать Сюда 14 собачкам Как раз Доделается Играет на скорости Будет попытаться Сюда Попытается Пробежать Здесь как раз Появляется Первая Квина Ой Ну вы знаете Зергушата В узком проходе Против двух гелионов Квины И трех маринов Это конечно Это конечно провал Теряет всех Теряет все Все свои Весь свой почти Лимит Лайвзерки И вот здесь Оставляет одну собачку Чтобы контролить Тот момент Когда Тарсон Будет занимать Экспанд У Тарсона Тем временем Заказана вторая Уже Баншал Первая Здесь 4 кила Уже сделала Но это были собачки Вот здесь вот В проходе конечно Сюда она боится Залететь Потому что здесь Конечно же Есть уже Квина Есть Эволюшн Чембер Должны делаться Грейды Заказан у нас Грейд на лейр Ну потому что Увидит конечно Баншу Понимает что Может быть инвиз А если у тебя Нету лейра То тяжело Отбиться От Квины Конечно С С Клоаком Что у нас Делается Грейд на Стимпак У Тарсона Ну и Тарсон Играет в принципе Довольно спокойно Лайвзерк тоже Никуда не спешит Видите 44-44 лимита Ну вот это Это беда И не крепается Только сейчас Заказан Оверлорд Делается Бэйнлинг Нес Грейд на лейр По прежнему Доделывается Ну и распространяет Лайвзерк Крип немножечко Чтобы чувствовать себя Поспокойнее Когда будет В следующий раз Нападать Тарсон Ну Тарсон Пока не нападает Видите тут Банша залетела Сделала еще Три кила Но отогнала Отогнала ее С помощью Здесь прямо Три квины Стоит Просто такая Эшелонированная Антиэйр Защита Здесь тоже Одна квина Доделывается Уже Бэйнлинг Нес Заказан Здесь ползучий Споровик Антиэйровский Также Ну больше тут Баншами Конечно ничего Не нахарасишь Абсолютно И Тарсон Это прекрасно Понимает Поэтому Просто подымает Свой Старпорт И улетает Им подальше Здесь На Тэшлаб Садит У нас Садит факторку И Начнут производить Наверное Танки Танк уже есть Первый Пока конечно Без грейда На Сичмод Видимо Облегченный Панцирь Также делается Грейд У нас У Лайфзерга Это очень интересно Потому что конечно Ну спит На Аверлордов Это конечно интересно Но скорее всего Это будет Это сделано Для дропа В первую очередь Заказан на Спайр Вот идет сюда И Бэйнлинг И Морфетса Как удачно Тарсон В эту секунду Подходит И видит Этих Бэйнлингов Сразу сюда Подтягивает Марином Успеет или нет Нет не успеет Наверное Вы знаете Не успеет наверное Это Морфетса Отменяет Да Отменяет Лайфзерг Очень удачно Пошел строить Инженерку Здесь Тарсон Чтобы закрыть Этот проход Чтобы видеть Когда будет Забегать Зерк Если он будет Забегать Но вот опять Если бы здесь Эти 6 Бэйнлингов Даморфелис И залетели Сюда в рабов Были бы Проблемы у Тарсона Потому что у него Без сейджмода Танки Остановить было бы Очень тяжело Мы видим Грейт На круговые зацепы У нас делается И на Плюс 1 Армора Для Собачек И тут Квены Прогрызают Прогрызают Путь к третьему Экспанду Зерга Давно пора Можно кстати Занимать Увидим Лимит Сейчас 61 У Лайфзерга У Тарсона 85 Лимит Больше У Терана Это немножко Нонсенс Конечно И вот эти Две Банши Вы видите Здесь Будут убивать Крип Не давать Так сильно Распространять Его Ой Выходят Триквены И конечно Отгоняет Моментально Сразу же Возвращает На место Крип Ну Потрачено Конечно 25 энергии Это Минус 1 Муль Но ничего Страшного Я думаю От этого Не случится Так Что у Зерга Что у Зерга Клепает С первых Два муталит Когда заказываются Собаки Ставится у нас Третий хэтчери На мэне Я так понимаю Да Да Ставится Третий хэтчери На мэне А у Терана У Терана Есть Грейт На щит Стимпак Уже закончил Делается Также Грейт На плюс 1 За щиты И плюс 1 Атаки С двух С двух Инженерок Вот одна Где у нас Вторая Где-то вот здесь И Теран В принципе 1-1 С грейдами Будут марины Маринов Довольно много Есть танки Танки С грейдом На щитчмод Будут буквально Через 25 секунд И поэтому Тяжело конечно Будет Зергу Так быстренько Это все дело пропушить Ну вот мутать В принципе Тут может что-то И нахарасит Но Вряд ли особо много В принципе Если удачно Залететь Ой Будет убивать Инженерку Ой-ой-ой-ой И убьет он ее До того Когда доделается Грейт Или не успеет Подтягивает сюда На стимпаке Видите своих маринов Не теряет ничего Нет Все-таки Отчинивает инженерку Конечно Терять инженерку На которой практически Доделан грейт Это было бы глупо Ммм Яма заразителей Интересное решение От Лайфзерга Ну в принципе Понятно Что Для выхода в хайф Это в первую очередь Нужно Но и Инфесторы Тоже довольно полезны Против машины Терана Которая залетает Которая забегает Там не знаю Нереальным просто количеством Видим 110 лимита Уже у Тарсона Добавляется Добавляется У него Марины Добавляется Медивек И есть уже Вот один Медивек Сейчас вот добавляется Второй Больше-больше Маринов Здесь вот несколько Маринов еще стоят После стимпака Такие не фуловые Контроли Чтобы не было еще Одного залета Мута И чтобы не атаковал Дальше вот этот Вот этот Инженерный комплекс И играет На плюс 2 Брони Уже тем временем У обоих У обоих игроков И морфбейлингов В центре карты Лайфзер готовится Нападать Видим довольно неплохо У него довольно Немаленький уже Стаг муты 11 муталисков Здесь имеется Морфятся Бейлинги По центру Заработала Уже 3 Вот видим Занимается Сразу 2 Газа Появляется Здесь еще Одна квина Ну и неплохо По экономике Чувствует Лайфзер Очень неплохо А здесь Мы смотрим На муту Здесь мы смотрим На муту Залетели тут Муталиски И тут конечно Такая эшелонированная Защита у Тарсена Просто вы посмотрите Нереально Подлететь Просто нереально Подлететь Даже если ты Сюда Будешь залетать Ты тут довольно Много потеряешь Муталисков И не разменяешь Практически Ни на что Занимается Золотая локация Тарсеном Здесь разложены Танги Есть Есть 2 Банши По старому Ну этих старых Еще 2 Банши Имеется здесь 5 танков Разложенных И 150 Лимита У поляка Очень Очень даже Неплохо Грейд на 2-2 У оба Грейд на 2-2 Уже Производится 2 на армор Ну довольно быстро Уже будут готовы У зерга 2 на армор Тоже готовы Хайв на мэйне Уже тоже Доделывается Ну Довольно неплохо В принципе Готов зерг Выходить В Тир 3 Войска Вот Попытался Тарсен Отпугнуть Эту муту Но особо Не отпугнул Зато башню Ксельнаги Занял Вот Третья локация Вот Золотая локация Не занята Зергами Это плохо Боже Как же Много Бейлингов Здесь Как же Много 65 Бейлингов Здесь Как же Им Этим Бейлингом Теперь Добежать Сюда Под 5 Танков Как можно Нападать Изничтожает 92 Лимита У Тирана И перегруппирует Он свои войска Сейчас И идет Нападать Ой-ой-ой-ой Что у нас Здесь Здесь Есть Уже Манана Микоз Есть Здесь Мута Главное Муте Не полопаться Где Эти Все Бейлинги Где Эта Вся Машна Бейлингов 80 Бейлингов Всего Вы Смотрите Ой-ой-ой Тут Залетает Муталиски Довольно Неплохая Позиция Здесь В узком Проходе Конечно Неплохая Позиция Для Тарсона И очень Плохая Для Лайвзерга Он бросает Сюда Подосветку Разбивает Крип И здесь Видите С разных Сторон И вот Залетает Залетает Бейлинги Нужен Сейчас Микоз На это Все Бросает Микоз Бейлинги Взрывают Ай Ну мало 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 Конечно Микоза Здесь Танки Отстреливаются И вы Смотрите Торы Очень 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 Хорошо Стояли Здесь Торы И практически Полностью Размениваются Лимитами Оба Игрока Заказаны Сразу 42 Собаки У Лайвзерга Но У Терана Осталось Много Форции Вы смотрите Налетает Здесь Бросается Еще Один Микоз Морфица Бейлинги Нужно Дать Им Доморфица Здесь И вот Видите Уже Бейлинги Готовы Влетать Танков Здесь Нет И в принципе Они здесь Добегут Вот Катятся Бейлинги Взрываются Но Как-то Непонятно Взрываются Сильно Много Медивеков Лайвзерга Теряет Золотой Экспанд Ай Ай Мы видим 147 Лимита У Терана 127 У Лайвзерга Есть уже Первых Четыре Ультралиска Заказанных Ультралиски У нас будут С какими Грейдами Ультралиски У нас будут С грейдами Я так понимаю 0-2 Где у нас Собака Нет 2-1 Грейды 2-1 Грейды Будет у Мутайсков Делается Вот видите Нахитниновый Панцирь Еще Грейд А тут На технику Грейд 2 И на Маринов 3-3 Уже Готовится Еще одна Планетарка Здесь ставится Вот здесь Занял ее Занял себе Точку И попытался С собаками Лайвзерга Залететь Перехватывает Это все Тарсон Моментально Не дает Конечно Убить Свой ЦС Очередной Здесь вот Видим Еще одну Хэтчер Лайвзерга По прежнему У него работает Три локации Но 3 на 3 локации Здесь видим Пришли слоны Ну немножечко Конечно Похавали войск Но под Четырьмя Под пятью Медивеками И с грейдами 2-2 Марины Конечно Это очень жестокое Оружие Заказано Еще три слона Вот отдает Просто слонов Лайвзерга Если бы он их Не отдавал Если бы он их Не отдавал Если бы он их Просто Попытался Как-то скопить И вместе с Микозом Вместе с Бейлингами Влететь Ну может быть Еще что-то Бы получилось Но Но вряд ли сейчас Так Здесь у нас Видим Делается Грейд на броню Ультралис Почти он уже готов И Ну У Терана Конечно Сейчас огромное Преимущество Грейды 3-3 Будут готовы Вот через Секунд 25 Только сейчас Грейд на фугасные Снаряды Делает Тарсон Довольно поздно Грейд плюс 2 На Торы и Танки Тоже практически Готов на Атаку Ну и У Зерга Проблема У Зерга Проблема И с экономикой У Зерга Вот сейчас Пропаливает Терран Что опять Занят Золотой Экспанд И конечно же Тут же будет готовиться Его отбивать Залетает Туда Баншау Который 14 Киллов Умирает И вот пошли Бейлинги Вместе со слонами Взрывается Под танками Бейлинги Ну и слоны Тут конечно Ничего не могут Сделать GG Заканчивается Этот матч 1-0 В серии Павел Тарсон Ну что же Ждем